Подпишитесь на Ру-Тюб-канал из соцсети Спаса и смотрите все выпуски программы «Утро на Спасе». Спас. Подпишись на главное. Доброе утро! Сегодня 29 декабря, друзья, четверг. Церковь молитвенно чтит память преподобной Софии Суздальской. В эфире «Утро на Спасе» с Богом, друзья, в новый день. Какие примеры почитания родителей существуют в Библии? Кто такие нечистые духи и существуют ли они на самом деле? Какие чудеса происходят по молитвам святому праведному Иоанну Кронштадтскому в наши дни? Как проходили дни святой великомученицей Лисоветы в ссылке? И какими тайнами окутана Туринская плащаница? Обо всем этом мы поговорим в начале нового дня. В эфире программа «Утро на Спасе». «Читай Евангелие, завещанное Богом к познанию Вселенной, чтобы обрести содействие силы промысла о всяком роде, и чтобы ум твой погрузился в чудеса Божьи», говорил преподобный Исаак Сирин. «Утро на Спасе» высыпается вместе с вами, чтобы наполнить этот день смыслом. Давайте начнем это утро со слов святого Евангелия. Отрывок из девятой главы Евангелия от Марка. Прочтем вместе с актером Денисом Матросовым. И они удержали это слово спрашивать друг друга, что значит «воскреснуть из мертвых». И спросили его, как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде. Он сказал им в ответ, правда, Ильи должен прийти прежде и устроить все. И сыну человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть унитежену. Но говорю вам, что и Ильи пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился, и подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Пришествие Мессии было очень значимым для Израиля событием, которое ожидали, причем все, и книжники фарисеев в том числе. И об этом было множество древних пророчеств, в том числе пророчество Малахии, которое говорило о том, что прежде прихода Мессии придет Илья, которого чудесным образом Христос, как мы знаем, забрал на небо в огненной колеснице. И вот существовало такое предание, что перед пришествием Мессии, перед пришествием Христа, придет Илья. И вот ученики говорят, ну а как же так вот Илья должен прийти? Но это интересное событие состоялось после преображения. И те ученики, которые были на горе, они видели, что Христос стоял вместе с Ильей и Моисеем с двух сторон. То есть как бы Илья уже явился. Но Христос сказал другое, что Илья уже пришел и поступили с ним, как хотели. Он имел в виду Иоанна Претечу. Потому что когда мы знаем Иоанна Претеча как последнего пророка Ветхого Завета, первого пророка Нового Завета, и силой своей, своим убеждением, своей горячностью, он не уступал Илье, он как бы был новым Ильей, который предвозвещал пришествие Христа. А по толкованию Иоанна Златоуста, он говорит, что Христос здесь имел в виду второе свое пришествие. Что вот это явление Ильи, и еще говорят, что Енох, еще один пророк Ветхого Завета, который был взят живым на небо, они должны предвозвещать уже второе пришествие Христа. А вот Иоанн Претеча предвозвестил первое. Но в любом случае ученики говорят, как же вот должно было сбыться Писание. И он говорит, что те, кто хочет увидеть, они увидят сбывающееся пророчеством. Очень много пророчеств, которые прямо вот они по очереди, даже вот такие точные пророчества о том, что Христос должен именно на Ослике въехать в Иерусалим. Но все видели, что так и произошло. То есть это было прямо точное исполнение слов древних. Но опять же, люди, которые не хотят видеть Христа, найдут сто оправданий, сто разных причин, чтобы не поверить. И люди, чающие Христа, они наоборот будут искать вот эти знаки и всегда их находить. Спасибо большое, батюшка. Ну а мы продолжаем. Какие примеры почитания родителей существуют в Библии? Ответ найдем в следующем сюжете. Пятая заповедь, данная Богом через пророка Моисея, призывает каждого из нас почитать родителей. В качестве награды за исполнение сыновьего или дочернего долга Господь обещает благополучие и материальное, и духовное. Библия дает нам несколько примеров того, каким должно быть истинное почитание родителей. Так, например, сыновья Ноя, Сим и Афет, с почтением отнеслись к своему отцу, когда тот случайно опьянел и лежал в беспамятстве на гимн. Сим и Афет накрыли отца накидкой, при этом отвернувшись, чтобы не видеть позора родителя. Противоположным образом поступил Хам, третий сын Ноя. Он посмеялся над ошибкой отца. В итоге Сим и Афет были Богом благословлены. Хам и его наследник Ханаан прокляты. С большим почтением относился к своим родителям праотец Исаак, но он полностью доверял своему отцу Аврааму. И даже в момент жертвоприношения не поставил под сомнение авторитет родителя. Впоследствии Исаак сам стал примером настоящего семьянина. Его брак с Ревекой считается христианами образцом взаимной любви и верности. Заповедь почитания родителей исполнялась и самим Христом. Спаситель не только верно следовал завету Отца Небесного. Он с огромным уважением и любовью относился к своей матери, Деве Марии. В Евангелии мы находим упоминание о том, как Иисус творил чудеса, помогал людям по просьбе Богородицы. В Библии имеются также примеры почитания духовных родителей. Так апостол Тимофей относился к святому Павлу как к отцу, видел в нем истинного духовного наставника и родителя. Еще более трепетное отношение мы видим на примере Богородицы и апостола Иоанна. Распятый на кресте Христос попросил у любимого ученика позаботиться о своей матери. Иоанн поселил Богоматерь рядом с собой и относился к ней как к собственной маме, верно исполнив и завет учителя, и заповедь Божью. Севе 7 лет. Он подопечный Елизаветинского детского сада, православной службы помощи, милосердия и Марфа Мариинской, обители милосердия. У Севы ДЦП. Он пришел в Елизаветинский детский сад, когда ему было всего 5 лет. Это жизнерадостный и любознательный ребенок. Любимое блюдо Севы – это котлеты. Вот только он не умеет кушать самостоятельно, и у него бывают проблемы с глотанием. Недавно он научился пить из стакана, и это его маленькое достижение. Как и для других детей с ДЦП, для Севы очень большое значение – имеет правильное питание. Он от того, что и как ест ребенок, многое зависит и качество его жизни, и социализация. У детей с ДЦП часто встречаются проблемы с жеванием и глотанием пищи. Также для них характерны повышенные энергозатраты, связанные с нарушением энергообмена и недостаточной регуляцией функций вегетативной нервной системы. На сегодняшний день Елизаветинский детский сад посещают 30 детей с особенностями развития. За тем, чтобы Севы и другие подопечные правильно питались, следит повар. Рецепты всех блюд он тщательно адаптирует под детей. Чтобы оплатить работу повара за три месяца, необходимо собрать 178 тысяч рублей. Помогите, пожалуйста, детям получить здоровое питание. Отправьте смс на номер 3434 с указанием суммы и слово «садик». Например, «садик» пробел 100. Но мы продолжаем. Во время оглашения смертного приговора он сказал, «Ну что ж, благодарю Бога за все. Для меня смерть – приобретение». Сегодня мы поговорим о подвиге священомученика Аркадия Астольского, епископа Бежецкого. Вечером 20 сентября 1937 года в Калуге арестовали архиепископа Боровского Августина как организатора контрреволюционной организации. Слух об этом мгновенно разлетелся по городу. На следующий день, около полуночи, на поезд садился Седой как лунь-человек. По его следу бросились оперативники Калужского районного отделения НКВД. Состав задержали, а одного из доносчиков попросили пройти по вагонам. Седого арестовали. Так принял свой мученический крест будущей святой русской православной церкви Епископ Бежецкий Аркадий Имя Аркадий Иосифович Астальский Год рождения – 1888 Место рождения – село Яковицы Житомирского уезда Волынской губернии Образование – Волынская духовная семинария Киевская духовная академия Звание – епископ Бежецкий, викарий Калининской епархии Арестован по обвинению в контрреволюционной фашистской агитации Приговорен к расстрелу На допросе, устроенном сразу после задержания Следователя особенно интересовал вопрос Почему владыка пытался убежать? Ведь он совсем недавно вышел на свободу после очередного срока Епископ Бежецкий Аркадий уверял, что единственной целью отъезда Была встреча с митрополитом Сергием Строгородским На которой он предполагал просить предстоятеля о назначении на Калужскую расстрельную кафедру На владыку Аркадия немалое влияние оказал владыка Петр Руднев С которым он познакомился на Соловках Владыка Петр наставил его на полное самоотверженное служение Христовой Церкви Говоря и о том, что служение Церкви помогает всему народу Что когда мы духовно просвещаем людей верующих И это оказывает влияние на всех окружающих, на всех вокруг Владыка Аркадий, не смущаясь, говорил об этом советской власти И указывал на то, что именно эта идея сподвигла его на самоотверженное церковное служение На Соловке владыку сослали за обращение к Лубнинской пастве В котором он пытался объяснить позицию тогдашнего предстоятеля церкви Митрополита Сергия и его нашумевшую декларацию о взаимодействии с советской властью Хотя на самом деле это не было никаким обращением Будущий священномученик написал письмо одному из троптивых священников В ответ на отказ от подчинения ему на тот момент векарному епископу Полтавской епархии Это письмо без разрешения владыки было выпущено в искаженном виде И было впоследствии поставлено ему в вину как антисоветский документ Владыка Аркадий в какой-то момент оказался, можно сказать, на нелегальном положении Он был вынужден покинуть свою епархию, какое-то время скрывался, тяжело заболел И он, понимая ненормальность такого положения, желая продолжить служение церкви Решил обратиться непосредственно к представителям власти И сам пришел на Лубянку, прося рассмотреть его дело Это вызвало, мягко говоря, удивление И сам руководитель ОГПУ рассмотрел дело владыки Аркадия Закончилось это, разумеется, очередным заключением святителя На Соловке заключенных везли в товарниках Погода стояла жаркая Вагоны набили таким количеством людей, что ехали стоя Воздуха не хватало Некоторые не выдерживали и умирали в пути На остановках конвой открывал двери и избавлялся от трупов В лагере епископ Аркадия определили на самую тяжелую работу Он рыл дренажные колодцы для отвода грунтовых вод Владыка Аркадия в заключении оказывался то в бараке с духовенством, то в бараке с уголовниками И при этом, и там, и там он поддерживал окружавших его людей Своей искренней верой в Бога и уверенностью в его промысле Ему продлили срок заключения, добавили еще пять лет за совершение тайных богослужений Он, как и другие новомученики, не мог жить без богослужения даже в этих тяжелых условиях И это Владыка воспринял абсолютно благодушно Он писал, что мы должны благодарить Бога за то, что и в этих условиях можем совершать молитвы Как совершали христиане в катакомбах К служению Господу сын священника Житомирской Святоуспенской Церкви был расположен с самых юных лет Аркадий мечтал о монашестве, но по настоянию родителей после окончания семинарии женился Однако семейная жизнь не удалась За изменой супруги последовал церковный развод Еще до наступления богоборческих времен будущий священномученик показал себя ревностным миссионером и абсолютным бессребренником В годы Гражданской войны он организовал братство, главной целью которого было помогать страдающим людям Это братство не преследовало никаких политических целей, а просто помогало всем окружающим Хоронили убитых, у которых не было родственников, кто мог бы их похоронить Старались помогать тем, кто находился в беде Сам будущий владыка здесь показывал пример, потому что был абсолютно нестяжателен Ему могли подарить шубу, он ее тут же отдавал кому-то бедняку Известная история, когда он вышел из города, направляясь в Киев в сапогах По дороге встретил кого-то бедняка, поменялся с ним обувью, ему отдал хорошие сапоги, сам надел его лапти И пришел уже в лаптях, чем показал свою готовность последовать завету Христа Выйдя из своего первого заключения, куда он был отправлен за якобы агитацию против изъятия церковных ценностей Отец Аркадий поехал на моление в Дивиевский монастырь Там блаженная старица Мария Ивановна Федина напророчила ему Будешь епископом, но из тюрьмы не выйдешь Так и случилось Отец Аркадий был пострижен в мантию в 1924 году Вскоре он стал епископом Лубнинским и викарием Полтавской епархии Откуда ему пришлось тайно бежать Но это не спасло владыку Вскоре его ждал уже второй, девятилетний срок А по освобождению и назначению его епископа Бежицкого – расстрел Я не стремлюсь к управлению епархией Я хочу иметь возможность совершать богослужения в храме А если это не удастся, то служить сторожем при храме, скрыв от верующих свое епископское звание Показал на одном из допросов владыка Расстреляли епископа Бежицкого Аркадия Остальского 29 декабря 1937 года на Бутовском полигоне К лику святых новомучеников российских он был причислен в августе 2000 года Какими тайнами окутана Туринская плащаница? Давайте узнаем из нашего следующего сюжета Туринская плащаница – ткань, в которую было обернуто тело спасителя Священная реликвия, обнаруженная неподалеку от Парижа в старинном умении в XIV веке И ставшая одной из главных святынь христианского мира Материя, которая вдруг превратилась в фотографию Какие чудеса скрывает в себе эта величайшая святыня? С 1578 года Туринский собор Иоанна Крестителя – место паломничества почти всех христиан на планете Здесь, в специальном хранилище, находится льняное полотно длиной 437 см, шириной 111 см Плащаницу называют Туринской, потому что она хранится в Турине, городе в Италии За пуленепробиваемым стеклом три вставленных друг в друга ящичка ковчежца В двух из них – газ-аргон В нем не живут бактерии, которые могли бы испортить реликвию В последнем ковчежце – сама плащаница Три ключа от трех ковчежцев хранятся у разных людей Один – у Папы Римского, второй – у епископа Турина, а третий – в руках хранителя реликвии Они собираются вместе раз в 25 лет, чтобы открыть ящички и достать плащаницу Когда-то ткани следовали практически как свидетельство с места преступления В исследовании принимали участие специалисты-криминалисты Первый вывод исследования – этой ткани не меньше двух тысяч лет Описание докладов о плащанице позволяет нам воссоздать образ человека, который покоился в ней Он носил длинные волосы, небольшую бороду и усы Правый глаз убитого был закрыт, левый слабо приоткрыт Над левой бровью – след капли крови Носовая кость была перебита ударом с левой стороны На правом плече – широкая полоса, которая свидетельствует о несении тяжелого предмета Возможно, креста Потерпевший при жизни был стройен Вес чуть превышал 79 килограмм и высок – 182 сантиметра С таким ростом он был выше своих современников на целую голову Долгое время подлинность плащаницы пытались опровергнуть Но ткань обладает уникальными химическими и физическими характеристиками Которые невозможно воспроизвести в лабораторных условиях Это чудо не поддается научным объяснениям Тело было завернуто в плащаницу примерно два дня Эти данные согласуются с евангельским повествованием Точная копия туринской плащаницы хранится и на территории нашей страны В 1997 году она была передана в Московский Сретенский монастырь Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II Осветил ее как нерукотворный образ спасителя А мы продолжаем Как проходили дни преподобно-мученицы Елисаветы в ссылке Давайте узнаем из нашего следующего сюжета Елисавета Федоровна со спутниками везут на Урал По пути она не думает о себе, а о близких В тюрьме покупает чуть более ста булочек По числу сестер Марфа Мариинской обители И отправляясь с письмом и наставлениями для каждой Великая княгиня хорошо понимает, какими осиротевшими чувствуют себя сестры Как они растеряны и напуганы И ей хочется поддержать их и утешить Прибыв в Екатеринбург, где уже находится в заключении старская семья Она посылает продукты узникам в Ипатийский дом Спасибо большое за яйца, шоколад и кофе Мама с удовольствием выпила первую чашку кофе Очень вкусный Ей это очень хорошо от головных болей Пишет ответ великая княжна Мария Узнали из газет, что тебя выстрел из твоей обители Очень грустим за тебя Увидеть с ним так и не пришлось И великая княгиня, и ее келейница, и князья Все жили в гостинице «Тамановские номера» Находилась она в центре города На пересечении улиц Вот сейчас это проспект Ленина, главный наш И улица Вайнера Адрес Ленина, 19 Вот, там на первом этаже находились различные магазины, заведения На втором и третьем была вот эта гостиница Вот они жили там, когда их привезли Это было 11 мая По новому стилю привезли в Екатеринбург И они подали прошение в Иральский облсовет О том, чтобы им разрешили остановиться Вот в Супке на постоянное жительство в нашем монастыре И такое же прошение было заставлено сестрами нашего монастыря Оба прошения были отклонены А вскоре Елизавета Федоровна и ее спутники были отправлены в Алапаев Вместе с великой княгиней ехали ее келейница Варвара Яковлева Великий князь Сергей Михайлович и своим помощником Федором Ремезом Княжь Владимир Полей и трое сыновей великого князя Константина Константиновича Иоанн, Константин и Игорь Напротив буквально нашего корпуса монашеского Елизавета Федоровна находилось заключение Вот в этой напольной школе, которая сейчас известна всему миру Они находились здесь около двух месяцев И благодаря вот своему духовному строению Она и как бы осветила вот всю эту землю Она не противовалась Богу Божьей А наоборот придавалась Богу Божьей полностью Поэтому И Варвара не случайно к ней прилепилась всем, как говорится, сердцем Иннокентина Варвара подписала очень интересную бумагу Когда она шла вслед за ней Расписалась в том, что поскольку она идет добровольно в тюрьму В этой тюрьме она будет содержаться за свой личный счет Потому что ее никто не арестовывал Но она не могла оставить свою игуменью Свою духовную мать И осталась вместе с ней Поначалу их условия содержания были терпимыми Известно, что Елизавета Федоровна даже посвящала Святый Троицкий собор Они могли ходить и причащаться, исповедоваться Свободно, без охраны они могли ходить по городу Сначала Елизавета Федоровна занималась тут И огородик у нее был тут, и садик И какая-то яблонька была ей посажена Она рисовала очень много Рукоделем занималась Ну а мы продолжаем По молитвам святым происходит много чудесных исцелений Александр Мясников расскажет, какие чудеса происходят по молитвам праведному Иоанну Кронштадтскому В Москве в душе попечительском центре во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского Его молитвами издавляются от самых тяжелых зависимостей Профессор, известный врач и гумен Анатолий Берестов Задумал организовать помощь зависимым людям еще в конце 80-х годов Когда стала распространяться наркомания Меня довольно хорошо понял патриарх Алексей II И он благоцеловил организацию этого центра И за 20 лет мы, в общем-то, смогли вывести из наркотической зависимости Порядка от 50 до 60 тысяч наркозависимых и алкозависимых молодых людей В Москве и Московской области Нас принимают и врачи, священники, психологи Ну а мы, когда стали активно работать, стали молиться, проводить молебную на Кронштадтску То и, конечно, Ант Кронштадтский нас, так сказать, тоже заметил Обратил на нас внимание и хорошо нам помогал Я начал употреблять наркотики, ну, с 96-го года Началось все алкоголь, марихуана и героин После выхода из тюремного заключения я встретил своего близкого друга Который пришел в храм с отцом Анатолием Начал проходить курс реабилитации Уже исповедился, причастился И он меня туда привел И мы вместе начали проходить реабилитационный курс После года прохождения реабилитационного курса Алексей стал трудиться при храме Он также отучился в Православном гуманитарном институте по специальности Социальное душепопечение и психологическое консультирование Чтобы иметь возможность помогать другим Подавляющее большинство впервые пришедших в храм современных молодых людей, наркозависимых После первой же испуги и причастия прекращают наркоманить Это реальная действующая помощь Бога, святых и святого праведного Иоанна Кронштадтской А как иначе? Я как врач не могу в это поверить Как врач А как человек, как верующий человек Но я в этом живу Я в этом борюсь Для меня, конечно, это очень радостно Созданный отцом Анатолием центр входит в иоанновскую семью Удивительное содружество приходов, обителей, школ, приютов, сестричеств Различных организаций, где особо почитается память всероссийского пастыря Оно было создано на столетнюю годовщину со дня его кончин Да, такой соборный Иоанн Кронштадтский Различные общины, которые, в общем-то, стараются исполнять то, что делал при жизни батюшка Иоанн Кронштадтский То есть там объединены врачи, медсестры, которые стараются помогать людям Которые оказались в болезни Конечно же, эта община и на родине батюшки Иоанна Кронштадтского Вот помогает и восстанавливать храм, и строятся там часовни И налаживается приходская жизнь Ну и, конечно, все батюшки тоже стараются как-то слабо подражать батюшке Иоанну Кронштадтскому Хотя понятно, что это очень сложно и практически невозможно Потому что батюшка, он действительно всю свою жизнь отдал, посвятил Богу Дорогие друзья, давайте вместе посмотрим короткую сводку новостей на телеканале Спас Это главные события нового дня в студии Инны Веденисова Здравствуйте В Патриаршем зале Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский Евсея Руси Кирилл возглавил совместное заседание Священного Синода и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви В начале мероприятия предстоятель обратился к собравшимся с приветственным словом После чего представил повестку дня В заседании приняли участие постоянные и временные члены Священного Синода Члены Высшего Церковного Совета А также ряд приглашенных сотрудников управления делами Московской Патриархии и синодальных учреждений Церковь Литвы обратилась к Московскому Патриархату с просьбой о предоставлении ей самоуправляемого статуса Об этом сообщается на сайте Виленской Литовской епархии В Свято-Духовском монастыре города Вильнюса состоялось всеобщее собрание Литовской Архипископии Помимо духовенства и монашествующих в нем приняли участие представители всех православных приходов Литвы из числа мирян Участники собрания подчеркнули важность соблюдения церковных канонов И отметили, что посредством канонической связи с Московским Патриархатом Литовская Православная Архипископия соединяется со всей полнотой Православной Церкви Однако, цитата, эта связь является исключительно канонической и никоим образом не препятствует церковной самостоятельности Так как аналогичным образом и римокатолики в различных странах сохраняют каноническую связь с Римским престолом Конец цитаты Святейший патриарх сербский Порфирий заявил, что ситуация в Косово достигла наивысшего напряжения в противостоянии между сербами и албанцами Это произошло во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, которая состоялась в патриаршей резиденции в Белграде в ночь на 27 декабря Предстоятель сербской церкви также заверил, что не оставит косовских сербов и свою паству Цитата Комментируя запрет патриарху посетить место своей интронизации, Печский монастырь и президент Сербии назвал позором реакцию европейских кураторов на этот инцидент Он также сообщил, что Белград продолжает вести активные переговоры с международным сообществом, отстаивая права сербов, которых Приштина намерена изгнать с территории Косовой Метохии Напомним, что 26 декабря власти Приштина запретили святейшему патриарху сербскому Порфирию въезжать в Косово и Метохию, куда он направлялся для совершения богослужений в Печском монастыре Это были главные события нового дня. До встречи! Ну а теперь давайте послушаем отрывок из седьмой главы послания апостола Павла к евреям, который прочтет для нас актриса Елена Захарова Ибо Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражений царей, которому и десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Без отца, без матери, без родословия, не имеющая ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов ливийных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чересел Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Мы слышим сегодня в послании к евреям очень важное рассуждение по поводу священства. В Ветхом Завете уделялось очень многое внимание именно этому вопросу, и то, что священники могут быть только из одного колена, из колен Левина. И признавались, что только левиты, собственно говоря, могли быть священниками. Ну, как бы сейчас сказали, вот, например, люди, потомки только одного, там, я не знаю, Иванова, Петра и Григорьевича, могут быть священниками. Никто другие, значит, не могут примкнуть, пойти в семинарии, выучиться на батюшку. То есть это были очень определенная группа. И тут, получается, в Новом Завете Иисус, который произошел из колена Иудина по пророчеству, что это вот будет потомок Иуды, Давида, царя, то вот он как бы не имел прав на священника, мы его называем новым пересвященником. И во время литургии мы говорим, что это наш архиерей, и он тот, кто приносит жертву, кто ее принимает. И даже мы видим иногда иконы Христа именно в архиерейском облачении. Как же так получается? И некоторые иудействующие спорили, говорили, как Христос может быть пересвященником, и как вообще могут появляться новые уже, новозаветные священники, если не из колена Левина. И автор послания к евреям приводит пример, говорит, вспомните Милхиседека, царя Салимского. Он не был из колена Левина. Вообще, то есть, очень загадочная личность. Из Иерусалима пришел, с дарами встретил Авраама. И принес ему, кстати, хлеб и вино, что тоже прообразует таинственную Евхаристию. И Авраам почтил его именно как священника, дав ему десятую часть своей добычи, причем самую лучшую часть. И вот автор говорит, смотрите, как тогда Милхиседек, не будучи из колена Левина, был почтен как священник, и было подтверждено его священство Богу Всевышнему, и даже принесли на ему дары в виде десятины. Так, говорит, нам нужно почитать Иисуса Христа. Причем он говорит, что так-то вот те, кто избирается из колена Левина, они умирают, они же временные, а он вечный Бог. И так далее. Вот он противопоставляет, сравнивает, приводит такой очень удачный исторический пример, казус, который должен объяснить. И действительно, те иудеи, которые рефлексирующие, которые могут два плюс два сложить, для них это являлось аргументом. Спасибо, батюшка. Ну а мы сейчас прервемся на короткую паузу. Оставайтесь с нами, ведь впереди еще много интересного. Дорогие друзья, очень интересные вопросы вы прислали. Всегда много тем для обсуждения. Я уверен, что это важно не только для вас, авторов этих вопросов, но и для всех наших телезрителей. А нам с батюшкой очень важно пообщаться с вами напрямую. И я напомню, когда вы можете писать свои следующие вопросы, например, нам на почту по адресу утрособачкаспастовая.ру или в мессенджеры по номеру телефона 8495-626-8989. Итак, первый вопрос у нас от Ирины. Ирина пишет, здравствуйте. Выходит, что душа рождается в момент рождения человека, и потом бессмертная уходит к Богу. Что вы скажете, батюшка? У нас нет учения о предсуществовании душ. То есть душа наша не существовала до рождения. Вы написали, что в момент рождения появляется душа. Нет, мы так не верим, потому что иначе означает, что пока маленький ребятеночек находится в животике у мамы... Он без души получается. Он без души, да, плод. Как многие те, кто оправдывают операцию аборта, говорят, что действительно вот это некое бездушное существо, которое можно, если что, удалить, если какие-то есть там проблемы со здоровьем или просто нежелательная беременность, как говорят. Мы считаем, это вообще великая тайна. С точки зрения церковного учения у нас есть четкое понимание, что душа человеческая появляется в момент зачатия. То есть уже вот эта маленькая клеточка, имеющая неповторимый код ДНК, я вот и разговаривал с одним генетиком, он говорит, что вот в момент зачатия появляется уже неповторимый код ДНК, которого не существует в мире. То есть эта маленькая клеточка уникальна. Нет ничего второго такого же. Поэтому говорить, что это нечто там неразвитое еще, это не является чем-то серьезным, важным, с нашей точки зрения невозможно. И понятное дело, что постепенно развивается вот этот маленький ребеночек и рождается в этот мир. Знаете, в некоторых культурах даже, когда ребенок рождается, у него уже есть возраст. То есть вот эти 9 месяцев, которые он давал в животике, они засчитываются в общий срок. Потому что мы рождаемся не в нулевом эквиваленте, а там 9-месячном, почти годовом. Поэтому мы считаем, точнее у нас есть такое учение о том, что душа появляется в момент зачатия. И, соответственно, да, она бессмертна. Бог, когда создавал людей, он вдохнул в них жизнь. Да, и мы верим, что это один как раз из таких даров божьих живая, бессмертная душа, которая после смерти тела, она никуда не исчезает, просто переходит из временной жизни в жизнь уже вечную. Да, следующий вопрос от Никиты. Что делать, если учитель химии запрещает не верить в Бога? Это очень странное, я так скажу, надо сказать, запрещение от учителя, потому что преподаватель априори не может запрещать или разрешать вам в кого-то верить или не верить. Это вообще очень странно, его такая привилегия взятая ниоткуда. Слушайте, у нас, вот насколько мне не нравится там в некоторых моментах Конституция 1993 года, но все-таки там написано о свободе совести человека и принуждать кого-то не верить, так же плохо, чем принуждать кого-то верить. Если вы избрали для себя такое, приняли непростое решение, что вы хотите быть верующим человеком, у вас это все обосновано и так далее, для вас, лично для вас, никакой учитель, никакой дядя, тетя не может вам сказать, что знаешь, что друг, не верь. Более того, были случаи, когда заставляли людей не верить, но это только доказывало их правоту и укрепляло их в стойкости по поводу своей веры. Может быть, не имеет смысла вступать в какие-то диспуты по этому поводу, пытаться доказать что-то учителю химии, сказать, что извините, я останусь при своем, если вы хотите поговорить об этом, можем поговорить, поговорить, но моя вера – это мой личный выбор. Да, но вообще, запомните, Никита, учитель не имеет право, просто вам такое запрещает, так что все-таки слушайте тут себя, свою душу и свое сердце, и верьте, конечно. Следующий вопрос у нас от Валерии. Говорят, что Бог прощает все грехи, кроме нераскаянных, и в то же время в Евангелии говорится, что не прощается хула на Святого Духа. Это получается, что у богохульников нет даже возможности покаяться? Нет, у любого человека даже самого большого последнего грешника. Всегда, каждую минуту его жизни, вот до самой смерти, есть возможность покаяться и быть автоматически после этого покаяния прощенным нашим Господом. Потому что Господь любит нас всех одинаково, и Он очень ждет, когда мы все-таки, если вот согрешили, признаем этот грех, и правда, искренне в этом раскаемся. Дело в том, что вот тот цитат, который приводится, есть священное описание из Евангелия, действительно, Христос говорит, что всякий грех простится, даже хула на меня. Да. Вот хула на Духа Святого не простится. Тут Христос говорит не о третьем лице Святой Троицы, тогда древние иудеи еще не знали такого четкого учения Святой Троицы, и Духом Божиим назывался сам Бог. И Христос говорит о том, что хула на Бога, то есть отрицание Бога, она сама по себе логически ведет невозможность раскаяться. Конечно. То есть если ты отрицаешь маму, ты не сможешь у нее попросить прощения, потому что ее нет. Если ты отрицаешь само наличие существования Бога, если ты в события жизни, как это было в том числе, когда проповедовал Христос, он совершал чудеса, некоторые говорили, это не он совершает, а вельзевул. То есть это он совершает силой бесовской. Отрицали саму вообще возможность то, что Иисус Христос Бог, и то, что он божественной силой совершает чудеса. И вот это устойчивое отрицание такое, да, хула именно на Дух Святого, то есть хула на Бога, отрицание Бога, она закрывает саму возможность покаяния. Поэтому такой грех не простится, потому что он не раскаянный. А если человек имеет намерение покаяться, конечно же, Господь всякую человек готов простить, какая бы тяжесть греховная на нем не лежала. И для нас всех это очень воодушевляющий факт. Да. Следующий вопрос от Олега. Доброе утро, меня зовут Олег, я родом из Рыбинска. Можно ли давать обеты? Я серьезно болен и хотел бы Богу дать обет, что если исцелить, то уйду в монастырь. Вообще неоднократно священнослужители говорят о том, что Богу не нужны наши вот эти вот обеты, какие-то прям обещания Ему. Мы должны просто следовать Его воле, стараться жить правильно, по заповедям. И раскаившись в наших грехах, мы будем прощены. А вот эти обеты, которые очень часто мы, люди, их даем, а на завтра забываем, а потом мы мучаемся, зачем мы тогда сказали, если мы это не выполнили и прочее. Это просто рождает какую-то лишнюю смуту внутри. Как мне кажется, и хорошего в этом мало. Я согласен, потому что в Евангелии несколько раз об этом говорится, о том, что клятвы – это неправильно. И у апостола есть слова, не говорите, не клянись ни небом, ни землей, ни иной какой клятвой, будет же вам да, да, я же нет, нет, да, не впадете в лицемерие. Да. Потому что, конечно, вот в этих клятвах, а иногда в клятвах таких на вторую руку, есть некий ультиматум. Вот ты, Господи, сделай чудо, а я тогда тебя отблагодарю. И монашество – это все-таки такой шаг очень серьезный, он должен быть осознанным. Если человек любит уединенную молитву, тогда да. А если, например, он семейный человек, и от него зависят дети. Даже в Царской России было запрещено уходить в монастырь до того, как исполниться детям 18 лет, до совершеннолетия детей. Поэтому, конечно, лучше не клясться. И обед был, такая практика, то есть вообще в исторической церкви, конечно, есть такая практика, что люди давали какие-то обещания Богу, и потом старались их исполнять. Но в современных условиях это не всегда является возможным, и люди потом очень мучаются. Вот я обещала, что буду помимо среды и пятницы еще поститься в понедельник. Такой вот обед дала, чтобы у меня ребенок выздоровел. Он действительно выздоровел. И вот человек пытается исполнить, а ему это тягостно. То есть он не получается, он не каждый понедельник поститься. И вот это чувство вины потом возникает. Конечно, вот это лишняя смута внутри. Да, поэтому, во-первых, хорошо бы все-таки, прежде чем какие-то такие вещи делать, брать благословение у священника. Это раз. То есть батюшка вам может что-то посоветовать. А с другой стороны, поверьте мне, если вы просто у Господа попросите, искренне от всего сердца, чтобы он помог вам, если вы будете не идти на сделку с совестью и поступать, да, по тому, как учил Господь наш Иисус Христос, не нарушать заповеди, то, возможно, и не нужно будет каких-то вот таких экстраординарных мер в виде обетов, а просто Господь по вашей молитве даст вам исцеление. Батюшка, прочитайте, пожалуйста, следующий вопрос. Да, он анонимный. И если на сеансе психотерапии психолог предлагает помедитировать, лучше не соглашаться, это грех. Да, это интересно, такой психотерапевт все-таки. Нужно уметь различать, да, какие-то действительно медицинские практики от эзотерических, каких-то околорелигиозных практик. Давай там помедитируем, познай свою энергию, чакру, карму и так далее, и так далее, и так далее. Иногда это просто такой под видом психологии, иногда открыто просто сектантского типа какие-то культы. Еще что-то такое для нас, христиан, это недопустимо. Эти состояния просто могут быть, ладно, бесполезны, они могут быть вредны с точки зрения духовной. Это точно. Ну а следующее письмо у нас от Ксении. Ксения пишет, до вашей утренней передачи вообще телевизор с утра не включала, теперь сборы на работу проходят веселее. Спасибо вам большое за теплые слова. Мы с батюшкой для этого и трудимся, чтобы вам работалось и собиралось на работу веселее. Мы не только с батюшкой трудимся, у нас целый когорт людей, у нас большой коллектив, и все мы пытаемся сделать, чтобы ваше утро было не только веселее, но оно было со смыслом, и чтобы вы могли узнать все-то новое и приложить эти знания в свою жизнь. Но это все вопросы на сегодня. Спасибо вам за них большое. А это «Утро на спасе», и мы продолжаем. Иногда нам бывает необходимо сделать выбор, от которого зависит вся наша будущая жизнь. А какой выбор стоял перед актером Анатолием Горячевым, он рассказал Наталье Смирновой. Быть актером или уйти в монахи? Да, перед Анатолием Горячевым стоял очень сложный выбор. Каждый раз, играя злодея, он испытывал очень сильное угрызение совести. Желание уйти в монастырь. Откуда это возникло? У вас профессия как-то вроде этому не соответствует. Да, совсем не соответствует. Но я думаю, что это фантазия, вот эта чрезмерная профессиональная такая фантазия. Мы вообще, наш инструмент – это способность фантазировать. Фантазировал тогда Анатолий сильно и много. В ярких видениях представлял себя то священником, то монахом. Желания актера подкрепляли свежие примеры в его артистическом кругу. Сначала стало известно, что в монастырь ушла актриса Екатерина Васильева. Потом его однокурсник Игорь Степанов. Сейчас его все знают, как и романаха Луку Степанова. Кроме того, первые годы семейной жизни дались непросто. Супруги постоянно ссорились. Анатолий был тогда почти готов отречься от мира. Мне стали посещать мысли, а может вообще все это бросить, может быть это пойти в монастырь. То есть стоишь на молитве, и вдруг у тебя влетают мысли, а нет, иди, иди, бросай все, иди, иди. И вот это, конечно, вдруг началась такая борьба между, вот как бы собой, внутри у меня как бы два голоса было. Нет, ты должен выполнять свои обязанности семейные, это искушение, это идет начало только, идет притирка. Или, наоборот, это бросить все, иди в монастырь, там спасешься, там подвижники, там, то есть вот этот ужас, он, конечно, в голове был. И я прикидывал уже, как я буду батюшкой, как я буду... Вот мозги актерские, поэт. И я думаю, глушь в пустыню, в Египет. Но осознание пришло раньше решительных действий. Успокоившись, он понял, что в своих мечтаниях незаметно впал в прелесть, и что так его неопытного искушают на новом пути. Анатолий Горячев тогда понял, каждый должен заниматься своим делом. И постепенно я, конечно, успокоился. Вот. То есть у меня тоже это, как это сказать, бывает подростковый возраст, вот такой человеческий, и, очевидно, бывает вот это становление, рост христианский, скорее всего, наверное, новоначальный. Но и в то же время я понимаю, что ты не можешь все время быть новоначальным, ты должен развиваться. Наша информационная служба работает без выходных, чтобы мы с вами оставались в курсе всех последних новостей. Давайте узнаем, что же случилось в мире к этому часу. Это главные события нового дня. В студии Инна Веденисова. Здравствуйте. В Патриаршем зале Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил совместное заседание Священного Синода и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. В начале мероприятия предстоятель обратился к собравшимся с приветственным словом, после чего представил повестку дня. В заседании приняли участие постоянные и временные члены Священного Синода, члены Высшего Церковного Совета, а также ряд приглашенных сотрудников управления делами Московской Патриархии и Синодальных учреждений. Церковь Литвы обратилась к Московскому Патриархату с просьбой о предоставлении ей самоуправляемого статуса. Об этом сообщается на сайте Виленской Литовской епархии. В Свято-Духовском монастыре города Вильнюса состоялось всеобщее собрание Литовской архиепископии. Помимо духовенства и монашествующих в нем приняли участие представители всех православных приходов Литвы из числа мирян. Участники собрания подчеркнули важность соблюдения церковных канонов и отметили, что посредством канонической связи с Московским Патриархатом Литовская православная архиепископия соединяется со всей полнотой Православной Церкви. Однако, цитата, «эта связь является исключительно канонической и никоим образом не препятствует церковной самостоятельности, так как аналогичным образом и римокатолики в различных странах сохраняют каноническую связь с Римским престолом». Конец цитаты. Святейший патриарх сербский Порфирий заявил, что ситуация в Косово достигла наивысшего напряжения в противостоянии между сербами и албанцами. Это произошло во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, которое состоялось в патриаршей резиденции в Белграде в ночь на 27 декабря. Предстоятель сербской церкви также заверил, что не оставит косовских сербов и свою паству. Цитата. «Я все равно буду в Косовой Метохе с ними, несмотря на запрет. Печеская патриархия для нас все равно, что Ватикан для католической церкви». Конец цитаты. Комментируя запрет патриарху посетить место своей интронизации, Печеский монастырь и президент Сербии назвал позором реакцию европейских кураторов на этот инцидент. Он также сообщил, что Белград продолжает вести активные переговоры с международным сообществом, отстаивая права сербов, которых Приштина намерена изгнать с территории Косовой Метохии. Напомним, что 26 декабря власти Приштина запретили святейшему патриарху сербскому Порфирию въезжать в Косовую Метохию, куда он направлялся для совершения богослужений в Печеском монастыре. Это были главные события нового дня. До встречи! Сегодня Православная Церковь в молитве начнет память преподобной Софии Суздальской. О ее жизненном подвиге поговорим прямо сейчас. С северной стороны город Суздаль огибает речка Каменка. На ее правом берегу стоит Свято-Покровский монастырь. Именно здесь, в 1995 году, обрели покой мощи преподобной Софии Суздальской, главной святыни обители. Преподобная София в миру, великая княгиня Соломония, происходила из-за худалого рода Собуровых. Она рано лишилась матери, была воспитана теткой Евдоки Ивановной. С детства отличалась добротой и набожностью. После неудачных попыток сватовства к наследникам иностранных царских домов, Иван Третий решил женить сына Василия на русской. Среди 1500 девиц, собранных ко двору, князь выбрал 15-летнюю красавицу Соломонию. Брак оказался бездетным. И вот, после 20 лет супружества, великий князь Василий Третий решил жениться во второй раз на Елене Глинской. Митрополит Варлаам препятствовал разводу. Его лишили сана и отправили в монастырь. Преподобный Максим Грек заступался за княгиню. Его бросили в темницу. Все вселенские патриархи осудили князя, а патриарх Иерусалимский Марк предсказал в новом браке рождение монстра. Речь шла о Иване Грозном. 25 ноября 1525 года великая княгиня Соломония насильно была пострижена в монашество с именем София. После пострига ее отправили под стражей в Суздальский Покровский монастырь. Не сразу смирилась София, но постепенно она нашла утешение и умиротворение в усердной молитве. Иноческими подвигами изгнала из сердца мирские помыслы. Преподобная скончалась в 1542 году и была похоронена в Суздальском Покровском монастыре. Уже ближайшие потомки молитвенно почитали Софию. В описании Суздаля ключарь Анания сообщил о чудесных исцелениях при гробнице святой. Много и других чудес совершилось по молитвам преподобной Софии Суздальской. Очень непростая судьба была у этой очень красивой, очень образованной и очень значимой девушки. Ее звали Соломония. И она была женой великого князя Василия Ивановича. Причем у них достаточно счастливый был брак, 20 лет она прожила в этом браке. И он, к сожалению, был этот брак бесплодный. То есть она не имела наследников. И вот после 20 лет совместной жизни он принимает решение развестись с ней. А это было запрещено. Тогда вообще были очень суровые в этом плане законы. И митрополит выступил против этого. И, кстати, осудили этот поступок и другие патриархи, и других поместных церквей. Но, тем не менее, царь, чтобы продолжить, что кто-то потомство было, он взял литовскую, по-моему, принцессу. А свою законную супругу, ну что с ней делать? Отправил ее в монастырь, в Суздальский. И насильно постригли ее в монахини. А причем монашество, это очень такая история добровольная. Понятно, что там очень серьезные обеты даются. И это, конечно, можно только добровольно такие вещи Богу обещать. Тем не менее, вот такая царская была деспотическая воля. Он ее отправил в монастырь, ее постригли. И, понятное дело, что она первое время не могла с этим смириться. Ну, представляете, она была княгиня, жила в царских покоях, совершенно один образ жизни. И тут, значит, она оказывается в монастыре еще в изоточении. Ей запрещалось там особо выходить. И знаете, со временем, вот почему ее, собственно, потом прославили великие святых. Она утешилась в молитве, как сказано. И она даже по свидетельствам некоторых летописцев стала как преподобная мученица. То есть она вот все вот эти переживания, все эти мучения, заключения перенесла в стойко. И со временем не только смирилась с тем положением, которое у нее было, но и приобрела очень серьезные духовные дары, о которых свидетельствовали люди, которые с ней общались. И потом даже к ней специально приезжали туда, чтобы с ней пообщаться. Вот она, приняв обстоятельства, поняв, что вот в этих обстоятельствах она не может что-то поменять. Она не будет поднимать какого-то бунта. И вообще в те времена положение женщины было не таким уж завидным, там нельзя было особо что-то там возникать. И она взяла и приняла решение смириться, то есть стать смиренной. Приобрести вот это удивительное доброе, с миром принять обстоятельства. А очень тяжело такие несправедливые обстоятельства это принять. Представляете, сколько требовалось усилия этой женщине. Но, тем не менее, она не только приняла, но еще и стяжала благодать и Дух Святаго и стала потом святой, о котором мы сегодня вспоминаем. Спасибо большое, батюшка. Ну а всех, кто назван в честь преподобной Софии Суздальской, блаженной царицы Феофании Византийской, которая сегодня празднуется, мы с батюшкой поздравляем с именинами. Наши дорогие именинницы, многое блага лета вам. А вот что произошло в этот день в истории церкви России и мира. В 1911 году в Москве появился маршрут трамвая А. Горожане его любовно называли Аннушкой. Он курсировал по Бульварному кольцу и Москворецкой набережной. В 1932 году в честь председателя Реввоенсовета СССР наркома по военным и морским делам Климента Ефимовича Ворошилова было установлено почетное звание «Ворошиловский стрелок 1-й и 2-й степеней». Всего выпустили почти 700 тысяч экземпляров нагрудных значков, а общее количество награжденных достигло от 6 до 9 миллионов. Я когда слышу слово «трамвай», у меня все время вспоминается у Булгакова, скорбное предприятие, когда Аннушка разлила маслице и, собственно, потом скользнулась на нем. И поэтому трамвай тоже назывался Аннушкой. Но сейчас на Бульварном кольце уже никаких трамвай не ходит. И вообще достаточно сильно их подрезали, убрали, релизы и все. С одной стороны, вроде как это плохо, с другой стороны, наоборот, мне как автомобилисту очень хорошо. Меньше трамвальных путей, нам проще ездить. Но вот эти такие островки из старой Москвы, они до сих пор существуют. Очень иногда приятно посмотреть, особенно когда делают тематические трамваи. Я видел трамвай, который был к очередному юбилею Александра Сергеевича Пушкина. Такой литературный трамвай сделан с цитатами, очень красиво там входишь в него. Такая атмосфера замечательная. Поэтому всегда, когда гуляешь по Москве, хочется натолкнуться на такой старый островок Москвы и вдохнуть дух, который царил в те времена. Согласна. Русская святыня Чудов монастырь. Его история, связанная с биографиями нескольких великих деятелей нашей церкви, прервалась 1 октября 1930 года. Какие еще христианские святыни утрачены при власти большевиков? И возможно ли их возрождение? Об этом мы поговорим сегодня с историком, архивистом, москвоведом, журналистом Никитой Брусиловским. Здравствуйте, Никита. Доброе утро. Никита, как известно, Чудов монастырь – это один из древнейших монастырей Москвы. Он был основан в 1365 году, в ноябре. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о истории его создания. Ну, обстоятельства его возникновения очень и очень примечательны. И, собственно, выбор посвящения на это тоже указывает. Поскольку это действительно связано с чудом, которое произошло именно в те годы. Еще за несколько лет до основания непосредственно монастыря митрополит Алексей отправился в Золотую Орду вылечить ханшу Тайдулу. Причем отправился он, по большому счету, не по своей воле, а предложено ему это было, ну, скажем так, в добровольно-принудительном порядке. Было сказано, что ханша Тайдула тяжело больна, что она практически ослепла, и что только русский митрополит, уже известный своим благочестием и своими чудесами, может ее вылечить. Поехать в совершить чудо, это, конечно, представляю, как митрополит был тяжело. Да, именно так. Причем, что удивительно, именно золотоордынцы верили в это, что интересно, хотя сами они не были православными, но настолько высок был авторитет митрополита Алексея. Но в то же время, опять-таки, в соответствующем послании недвусмысленно ему дали понять, что если он откажется или, не дай бог, не вылечит ханшу, то Русь ожидает очередное нашествие. И ничем хорошим это, разумеется, не кончится. Поэтому для митрополита Алексея это действительно был подвиг. В Орду тогда уезжали, ну, практически как на верную смерть. Но митрополит Алексей отправляется, отслужив перед этим божественную литургию в московском Кремле, и именно в этот момент произошло первое чудо. Сама собою зажглась свеча над гробом митрополита Петра, того самого, который перенес кафедру из Владимира в Москву, величайшего московского святого. И митрополит Алексей расценил это как хорошее знамение. Он взял с собой эту свечу, и именно воском от этой свечи, наложением этого воска, он, собственно, и исцелил ханшу. То есть он выполнил свою миссию, выполнил то, что ему было предначертано. В результате ханша Тайдула отблагодарила его, ну, во-первых, богатыми дарами, но главное, что она еще и отблагодарила его участком земли непосредственно в московском Кремле. Вот сейчас, может быть, это воспринимается достаточно с удивлением, что вот в самом сердце Москвы непосредственно в Кремле была земля, принадлежавшая Золотой Орде. Но так оно и было. Это был посольский двор золотоордынских ханов, там были конюшни и, ну, своего рода небольшая гостиница, как бы мы сказали современным языком. Вот туда-то отправлялись, как правило, золотоордынские послы, там они всегда могли остановиться, и эта земля была подарена ханшей Тайдулой московскому митрополиту Алексию. После чего через несколько лет он и решил создать на этой подаренной земле свой монастырь, мужской чудов монастырь, размещается прямо возле Спасских ворот московского Кремля. Мы сейчас это воспринимаем, конечно, с большим удивлением, но тогда это было совершенно в порядке вещей. И то, что митрополит Алексий выбрал именно такое посвящение, не в честь архистратига Михаила, как обычно происходит, но в Москве немало существует приходских храмов во имя Михаила Архангела, а именно чудо Архангела Михаила в Хонях. Это один из эпизодов жития и один из эпизодов, связанный как раз со спасением, с чудом, который совершил Архангел Михаил, когда спас одного из христиан и его храм от нашествия язычников. Мы вот знаем, что монастырь в свое время был усыпальницей видных церковных, исторических деятелей. Расскажите, пожалуйста, каких именно? Ну, во-первых, там был упокоен сам митрополит Алексий. Он завещал, чтобы его похоронили подле алтаря построенного чудового собора. Но Дмитрий Донской не захотел так делать. Он, скажем так, несколько нарушил волю умершего митрополита и повелел, чтобы его похоронили не возле алтаря, а прямо в самом храме непосредственно, то есть в более почетном месте. Но, к сожалению, тот первый собор он вскоре обветшал, хотя он был большой, мощный и крупный, но не очень крепкий, начал постепенно разрушаться. И тогда, в 1430-х годах, его в течение нескольких лет разобрали и построили заново, уже по другому проекту. Но самое главное, что в процессе этих работ были обнаружены, обретены мощи митрополита Алексея, обретены они нетленными, даже ризы его оставались нетронутыми тлением. И тогда он как раз был причислен к лику святых, канонизирован. Он стал одним из московских святителей, покровителей Москвы, коем он остается и по сию пору. И тогда его мощи уже были извлечены и установлены в новом соборе. Потом собор еще раз переделали, и его третий вариант был построен уже в начале 16 века, то есть при московском великом князе Иване III, том самом, при котором, собственно, золотоордынская ига и завершилась после стояния на реке Угре. Так что тоже довольно-таки символично получается. И вот в 1503 году этот новый собор был готов с небольшими переделками, достройками и пристройками. Он и просуществовал вплоть до 1929 года. Чем он не угодил большевикам? Почему его взорвали-то в итоге? После Октябрьской революции уже шли разговоры о том, что столица в Петрограде не останется. Правда, очень многие не могли поверить, что большевики переедут в Москву. Были даже такие шутливые замечания, что старые московские 40-40, вот эта кривизна Тверской и многих других улиц, все это несовместимо с большевистскими комиссарами. Но реальность, история показала, что это вполне возможно. В марте 1918 года столица переехала из Петрограда в Москву. Официально, кстати, это провозглашалось временно. Но потом уже, когда создавался Советский Союз, Москву наделили всеми столичными полномочиями. И сразу же большевистское правительство, Совет народных комиссаров и другие деятели партии большевиков, обосновались в Кремле. Там же появились у них квартиры, там же появились учреждения. И достаточно быстро им соседство с православными монахами не понравилось. Комендант Кремля Мальков так и писал, что монахи и монахи не доставляют мне больше всего неудобств и весьма раздражают. Пошел советоваться к Якову Свердлову, того самому, который виновен в гибели царской семьи. Свердлов его поддержал. В свою очередь отправились к Ленину. Но он, как гласят как раз воспоминания того же Малькова, и ответил, хорошо, выселяйте, только тихо и без грубостей. Вот буквально такая цитата была. Но действительно, надо сказать, что при том выселении никого не убили, кровь, к счастью, не пролилась. Но действительно, в считанные месяцы оба кремлевских монастыря, существовавшие на тот момент, и Чудов, и Вознесенский, опустили, богослужения в них прекратились. Их стали использовать под разные совучреждения. Но первое время их еще не трогали, их еще не ломали. До 1929 года сносы церквей в Москве были не таким еще частым явлением. Были отдельные случаи в 1922 году, в 1924, в 1925. Но, тем не менее, вал сноса храмов, он пойдет гораздо позже, как раз с 1929 года. И Чудов монастырь в этом отношении станет буквально первой ласточкой вот этого нового изменения, по сути, в худшую сторону политики государства по отношению к православной церкви. И монастыри поначалу были причислены к первостатейным памятникам архитектуры. Их невозможно было тронуть. Ведь Чудов монастырь имел до революции статус кафедрального монастыря. Его в итоге взрывали, да? Да, причем это как раз нечастый случай. Обычно большевики экономили, что называется, динамит и подходили к православным храмам довольно-таки практично. То есть их разбирали вручную, и кирпич потом шел, как вторсырье, на строительство других зданий. Именно кремлевские монастыри были взорваны. Вот что интересно, хотя, казалось бы, самое сердце Москвы, много зданий по соседству, это небезопасно, но почему-то он вызвал у них именно такую ненависть и такое ожесточение. Более того, реставраторы и специалисты даже не успели полностью все вынести из его храмов и из его зданий. Самая печальная история получилась как раз с собором Чуда архистратига Михаила. Его снесли несколько раньше остальной обители, еще в декабре 1929 года. Реставраторы уже тогда подготовили к снятию фрески, их сняли специально, чтобы доставить в музей. Ну, существовала такая технология. Положили на фанеру, а утром, когда они явились, выяснилось, что собор уже взорван. И фрески погибли вместе с собором и всеми остальными ценностями. То есть такая несогласованность различных учреждений, как, скажем, глав науки, наркомпроса и, соответственно, НКВД, и других органов, которые ведали подрывом монастыря, она привела к утрате последних драгоценных фрагментов монастыря. Тут надо поблагодарить великого русского реставратора Петра Дмитриевича Барановского. Согласно знаменитой истории, перед самым взрывом Алексеевской церкви ему дали буквально пять минут на то, чтобы вынести самое ценное. Не задумываясь, он вынес мощи митрополита Алексея. Они были перенесены в Успенский собор, а затем уже после войны в 47-м году оказались в Богоявленском Елоховском соборе, где и сейчас прибывают. Никита, а как вам кажется, о каких еще утраченных святынях России мы должны обязательно знать и помнить сегодня? Ну, если говорить в первую очередь о Москве, то здесь было уничтожено сразу несколько монастырей, которые подчистуют, которых практически ничего не осталось. Наверное, самая обидная утрата, ну, во всяком случае, по моему личному мнению, это Страстной монастырь. В самом сердце города, на Страстной площади, которую мы сейчас знаем как Пушкинская, монастырь в 1937 году был уничтожен подчистую. Только здание монастырской гостиницы сзади, за нынешним кинотеатром, вот единственное, что от монастыря сохранилось. И, конечно же, археология, которая есть под слоем земли, которую, в принципе, можно обнаружить, даже основание колокольни и других построек. Но над землей не осталось ничего. Уничтожен Златоустовский монастырь, от него остались только названия переулков неподалеку от Моросейки. Да, также исчез Казанский Головин монастырь, близ станции метроводный стадион, от него осталась только колокольня, тоже весьма обидная утрата. Утрачен Никольский греческий монастырь, на Никольской улице от него осталось торговое здание, выходящее на саму улицу, и кусочек колокольни. Это весьма и весьма обидные утраты. И точно так же можно отметить и целый ряд построек Санкт-Петербурга, где снос шел с не меньшим ожесточением. Тоже можно сказать и о русском севере, о русских северных монастырях, многие из которых буквально чудом уцелели. А сколько их утраченных абсолютно, от которых не осталось даже камня на камне. А был же проект по восстановлению чудового монастыря, по-моему, сам президент об этом говорил. Как вы думаете, вообще это реально, и что для этого нужно? Совершенно верно было обсуждение такого проекта, когда выяснилось, что здание 14-го корпуса Кремля, так традиционно называли здание, которое появилось на месте кремлевских монастырей, закрылось в очередной раз на ремонт, выяснилось, что оно серьезно проседает, архитектурные ценности это здание не имело ровным счетом никакой, и было решено тогда его уничтожить. И всерьез обсуждался действительно президент России, Владимир Путин, говорил о том, что можно эти монастыри и воссоздать. К сожалению, сейчас эта идея, не сказать, что совсем похоронена, но отложена в долгий ящик. В основном из-за того, что против выступает ЮНЕСКО. Поскольку международная организация по сохранению культурных ценностей, она не выступала против сноса того советского здания, оно не имело никакой ценности, но, тем не менее, кремлевские монастыри в новой версии показались ЮНЕСКО новоделами, и эксперты оттуда посчитали, что это будет вмешательство в исторический облик, во-первых, Кремля, а во-вторых, Красной площади. И пригрозили даже тем, что статуса всемирного наследия ЮНЕСКО эти объекты могут быть лишены, если там появятся эти новые здания. Никита, спасибо вам огромное. Вы так интересно рассказываете, что уверены, не только у нас с батюшкой, но и у всех, кто нас смотрит, появилось желание освежить свою память и еще больше почитать о самых разных утраченных, в том числе святынях нашей необъятной Родины. Да, вы заслушались. Ну, а напомню, что с нами был историк-архивист, москвовед, журналист Никита Русиловский. Кто такие нечистые духи и существуют ли они на самом деле? Узнаем из нашего следующего сюжета. В Библии неоднократно упоминается сатана и подчиненные ему злые духи, демоны или иначе бесы. Эти существа принадлежат к духовному миру и не имеют материальных тел. При этом они способны воздействовать на нашу реальность как напрямую, так и опосредованно, при помощи согласных на это людей. Злые духи были сотворены Богом еще до появления нашего мира. Но изначально все они были добрыми ангелами. Ведь Господь не является источником зла и не может сотворить плохое. Наиболее прекрасным и совершенным из духовных существ был Деница. Но в силу своей гордости и самолюбия этот ангел внутренне деградировал и превратился в итоге в дьявола. Вместе с Деницей нравственное падение совершили согласные с ним менее могущественные ангелы, именуемые теперь бесами. Сатана в переводе на русский означает противник, дьявол же клеветник. Эти именования указывают на особенности действия злых духов в нашем мире. Бесы одновременно страдают от своей участи, отверженных Богом, и завидуют тем, кто живет в мире с Господом. Поэтому сатана и подконтрольные ему духовные силы всячески препятствуют распространению добра и стараются извратить представление людей о Боге. Как, например, поступил дьявол с Адамом и Евой, когда ложью призвал их вкусить от плодов древа познания добра и зла. В течение своей земной жизни Христос постоянно сталкивался с противодействием бесов. Уже в начале миссии Спасителя дьявол пытался искусить Сына Божьего, заставить его отказаться от искупительного подвига. Христос отверг все предложения сатаны. Впоследствии Иисус неоднократно изгонял бесов и задержимых ими людей. После своей смерти на кресте Спаситель душой сошел в ад, сокрушил его двери и окончательно упразднил власть злых духов над людьми. Теперь сатана и бесы не могут напрямую влиять на человека. Исключением являются случаи, когда человек сам желает быть подчиненным злым силам. В остальном же темные духи могут только искушать нас, но их действия можно преодолеть при помощи искренней молитвы к Богу. Дорогие друзья, давайте вместе прочтем молитву о Святой Руси. Господи, Божий сил, Боже спасение нашего, призви в милости на смиренные рабы Твои я и услыши и помилуй нас, сибобрани, хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ и я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силую Твою победу, верным чадам Твоим, о единстве русской церкви, ревнующим поспешествуй и в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во обмрачению умов и ожесточении сердец ризу Твою, ежи есть церковь живаго Бога и замыслы их не спровергни. Благодати Твоей власти придержащие ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и все защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость Духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенная крова в изгнании сущие в дома веди, алчущая напитай, недугущая и страждущая крепи исцели, смятение печали сущим надежду благою и утешение подажьте. Всем же воднись я убиенным и от ран и болезней скачавшимся, прощение грехов, даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, ежевтя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах святые Руси мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях твоих. Яко дай едиными усты и единым сердцем исповемости тебе, единому Богу в троице славему, ты боеси заступление и победа и спасение уповающим на тебя. И тебе слава славем, отцу и сыну и святому духу, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. А это «Утро на Спасе» сегодня 29 декабря, четверг. Церковь молитвы начтит память преподобной Софии Суздальской. «Читай Евангелие, завещанное Богом к познанию Вселенной, чтобы обрести содействие силы промысла о всяком роде и чтобы ум твой погрузился в чудеса Божии», говорил преподобный Исаак Сирин. «Утро на Спасе» просыпается вместе с вами, чтобы наполнить этот день смыслом. С Богом в новый день, друзья! Вся команда программы «Утро на Спасе» желает вам отличного дня!